Друзья, всем привет! Как мне кажется, сегодня у нас будет интересный выпуск. Как дела, как дела, это новый Cadillac. Он, конечно, уже не новый, но на сегодняшний день для нашей страны кузов еще актуальный. Хотя уже представили обновленный, ну или даже, можно сказать, действительно новый Cadillac. Сегодня мы не будем разговаривать о нем с точки зрения как покупки нового автомобиля. Сегодня мы с вами поглубже копнем вторичку и рассмотрим не только Cadillac, а все то, что идет рядом с ним. Так, например, Nissan Patrol, Infiniti QX80, Chevrolet Tahoe. В общем, все то, что по размерам плюс-минус такое же. Мощные моторы, повышенный транспортный налог, огромный расход топлива. При этом на вторичке они продаются. С одной стороны, вроде бы цены плюс-минус доступны, с другой стороны, цены недоступны. В общем, присаживайтесь поудобнее. Я постараюсь сделать сегодняшний выпуск интересным и полезным. Как вы знаете, я владею седаном BMW 5 серии. Этот автомобиль мне предоставили на тест-драйв на один месяц. В первые дни, когда я сел за руль этого автомобиля, мысли, которые возникали у меня в голове, мне дали фуру. Мне дали газель. Габариты здесь просто-напросто огромные. Внутри салона очень много места. Когда ты садишься за руль, ты едешь по городу, ты чувствуешь всю эту американскую мощь равного внедорожника. Машина очень валкая. Машина вальяжная. Перестраивается на ней как на седане, ну, понятное дело, друзья, это неуместно даже сравнивать. На этой машине хочется плыть. Включаешь приятную музыку и передвигаешься с комфортом по городу. Вот этот автомобиль 2015 года выпуска. С пробегом 106 тысяч километров. Вообще, презентован миру он был в 2013 году. Соответственно, наработки этого автомобиля года так, наверное, 2010, если не раньше. И это ощущается по некоторым деталям, по интерьеру автомобиля. И вот просто задумайтесь, как быстро летит время и как быстро все устаревает. Актуальная цена подобного автомобиля сегодня на вторичке примерно 3,5-5 миллионов рублей. При этом купить его новым сегодня можно там порядка 7 миллионов рублей. Но что вы получаете за эти деньги? Сегодня конец 2020 года. И в этой тачке мне просто-напросто вас, ну, нечем удивить. Здесь есть, конечно, несколько своих фишек. Но в целом, когда вы смотрите сегодня на интерьер, ну, напишите ваше мнение в комментариях. Возможно, кто-то скажет, интересно, каких-то прям вау-фишек таких, чтобы можно было сказать, блин, вот это Кадиллак. Здесь нет, за исключением всякой ерунды, типа провел пальчиком, у вас открылась дополнительная ниша. То, что у вас идет, ну, стандартный селектор переключения передач для американца. Здесь есть прикольная фишка с полным приводом. Так, например, можно принудительно поставить только задний привод, только передний привод, полный привод. Это круто, потому что на этом автомобиле установлен мощный мотор. Крутящий момент здесь хороший, и жару на ней задать можно. Мы сейчас передвигаемся на заднем приводе и с включенной подвеской в режим спорт. Вот ты выезжаешь потихонечку. Раз, два, три. Ну, а тебе... Раз, два, три. Ёпта, вот это да. Ну, не, эффектно. Не, реально, друзья, это эффектно. Подчеркиваю, когда шкаф разгоняется, это реально круто. Но вот эта тачка, она может тебе подарить крутые эмоции. Но вот в такие повороты затяжные мы уже специально сбросил скорость, потому что на 80, ну, это не то. Вы сами прекрасно понимаете. Машина высокая, машина тяжелая, у нее большая парусность, машина-валка. Если сейчас начать рулем влево-вправо ее раскачивать, она вот начнет ходить ходуном. Но вот ты передвигаешься, иной раз нужно встроиться куда-то. Оп, пошла. Действительно чувствуется, что это прямо вот действительно американский зверь. Вот живой пример. Мы входим в поток, нужно ускориться. Ускоряемся спокойно. Колея. Вот когда ты едешь со скоростью примерно 60-80 км в час, все неровности, они прямо проглатываются. Когда ты едешь потихонечку, эту ямочку, ну, как на любом автомобиле, соответственно, тут уже тук-тук, ты уже чувствуешь подвеску, хотя она где-то там внизу. Но вот так ты садишься. Люк небольшой, но сел, огромные зеркала, хорошая обзорность. Ты садишься, как человек, настроил под себя климатическую установку, тепло, музыка приятно играет, у тебя куча вспомогательных систем, у тебя большая машина, тебя особо никто не подрезает. Но и в тот же момент в Москве уже никого ей не удивить, нет такого, что какое-то повышенное уважение на дороге, как вот одно время, помните, говорили, на большой черной машине у вас нет ничего. Едешь спокойно, и все к тебе точно так же спокойно относятся. Вот, едем, кайфуем. Вот именно слово кайфуем, вот сюда оно прям вписывается идеально. Внешне, когда ты на него смотришь, вот сегодня в 2020 году, ну, это действительно пипец какая тачка. Я не знаю, как она вам там передастся через картинку. Возможно, те, кто живут в регионах, вживую автомобиль не видели. Но вот, когда я приехал его забирать, я просто к нему вот так вот подошел, я думаю, да ну брось, ты просто глянь. Фара с мою голову, ну, действительно, здоровая машина, и она очень эффектная. Друзья, объясню, вот эту машину мне дал не дилер, не представительство. American Service, это сервис моих друзей, мы как-то с ними записывали видеоролик про Grand Cherokee, они специализируются исключительно на ремонте и обслуживании американских тачек. Я с ними общаюсь, звонят, говорят, Димон, у нас есть Кадиллак, который просто стоит, бери, поснимаешь, заодно про нас расскажешь. Я говорю, блин, да с удовольствием. Знакомьтесь или вспоминайте Димон. Димон, привет, рад тебя видеть. Вот скажи, пожалуйста, смотри, покупая новый автомобиль, вот этот вот, понятное дело, гарантия, люди изначально с деньгами приходят, но на вторичке люди всегда думают о следующем. Как минимум, я знаю два фактора. Первое, 6,2 будет жрать очень много бензина, раз. Второй момент, 400, там, две силы, это, соответственно, повышенный налог. Это стандартно. Но ты можешь рассказать нам с точки зрения техники, вот, мотор. Этот автомобиль 2015 года, на нем сегодня пробег 106 тысяч кмэ. Какие слабые места есть у него, и если они есть, сколько это стоит по ремонту, примерно? На самом деле машина достаточно надежная, за исключением некоторых нюансов, как и везде. Мотор достаточно неплохой. Единственное, но жор масла у него будет от литра до двух. Здесь стоит шестиступенчатый автомат? Да. И его, в принципе, для этой массы хватает, потому что, даже так изучая автомобиль, видел то, что, ну, внедорожник рамный полноценный, поэтому особо нареканий на него вроде как нет. Его хватает вполне. Сколько примерно может отходить здесь коробка, если, вот, как бы говорится, ездишь, меняешь масла, но особо в нее не вкладываешься? По статистике где-то 200-250 тысяч она отходит. Коробка? Да. По мотору есть какой-то ресурс? Может быть, чуть-чуть побольше. 1300? Да. Соответственно, если вдруг человек покупает автомобиль, вот там пробег набежал, контрактный мотор примерно сколько будет стоить? Или капиталить его, если? Капиталить дорого, потому что, если хорошо делать мотор, это 500 тысяч рублей. 500 тысяч, а если контрактный? Контрактный в среднем стоит от 150. Слушай, Дима, а вот скажи такой момент, вот контрактник это, по сути, кот в мешке. Да. Ведь может быть такое, то, что купили за 150, приехали, поставили, оп, там, через 2000 км он тоже нагнулся. И, как бы, когда покупаешь контрактник, никто никакие гарантии никак, естественно, не дает? Как правило, да. С коробкой подешевле, тысяч, наверное, сколько, 100? 150. 150. Очень часто, бывало, встречал, когда снимали, например, тест-драйвы, там, Toyota Land Cruiser 200, либо Prado, рамный внедорожник, нужно делать шприцевание, какие-то свои нюансы есть. Вот здесь, с точки зрения надежности ходовой части, как? Система амортизаторов, также задняя с подкачкой с кневмобаллоном требует обслуживания, передний амортизатор Magnetic Ride, как правило, лет на пять по России хватает. По поводу шприцовки, точек шприцевания не так много, каждые 15-20 тысяч пробега, это недорогая процедура, я думаю, человек может себе позволить. В остальном? В остальном все окей. Вот такой вопрос, допустим, покупая автомобиль, ну, к примеру, нашел я себе такой же Скалейту с таким же пробегом, загоняем на диагностику, ты можешь примерно какие-то свои такие прогнозы дать, если машина хорошо обслуживалась, там, на 100 тысяч с ней, по идее, проблем никаких не будет? Да. А вот на каком примерно периоде, вот так вот по опыту, нужно уже внимательнее смотреть машину, это есть какой-то там? 170-200 тысяч пробега. 170-200, вот там уже могут начаться вложения. По качеству отделки салона, морщиница кожа, бывает, что стираются кнопки на панели управления и печкой, и магнитолой, ну, и, собственно говоря, облезает подножки. А так вот, например, за 100 тысяч, чтобы что-то глючило, там, включилось, не включилось, какие-то такие бывают вещи? Машин на машин не приходится. То есть, да, бывает, у них датчики слепых зон страдают, парковочные и так далее. И вот с точки зрения сервиса, покупая автомобиль на вторичке, всегда стоит вопрос, а где ты его будешь обслуживать? Одно дело, кореец-японец, это все ясно, но тут американцам идет речь. Если вдруг вы присматриваетесь к подобному автомобилю, либо любому другому американцу, American Service, ребята, записывайте сразу номер Дмитрия, звоните, от Машкова встретят в лучшем виде, все покажут, расскажут. Вы скажете, реклама, 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 друзья, иной раз люди сами пишут, Дмитрий, посоветуй, найди, где сервис проверенный, куда приехать, хочу купить машину с пробегом, где бы мне ее посмотреть? Вот, если речь про такие тачки, к ним приезжаете, они ее смотрят, диагностируют, сразу вам пишут список, что там надо поменять, сколько это будет стоить, пожалуйста, у вас будет проверенный сервис, приезжайте к ним обслуживаться. Поэтому контакты сразу сохраняйте, на будущее будете знать, где вам обслужить качественно ваш автомобиль. American Service, ждет вас по ссылке в описании. Я сделал публикацию в инстаграм-канал, и очень часто люди пишут, да нафига она нужна для города, да на ней нигде не запаркуешься, да как на ней во дворах передвигаться. Друзья, вот смотрите, вот сейчас на экран я вам вывожу габариты автомобиля. И хочу сказать следующее, если мы возьмем сейчас габариты, допустим, новой BMW 5-й серии, вот этот здоровый Cadillac в длину больше новой BMW на 25 сантиметров, это, наверное, примерно, ну, где-то вот столько. Соответственно, когда вы заезжаете во двор, да, изначально ты сидишь, думаешь, блин, как бы где-то не черкануть. Но про габариты и парковку здесь можно спорить бесконечно. Наверняка все вы в жизни встречали водителей, которые будут стоять сигналить слева, справа по полметра, проезжая не хочу, не хватает, боюсь цепануть. Здесь я сажусь, вот как человек с 10-летним опытом за автомобиль, я его чувствую сразу. Мы даже по дворам катались, искали сложные места, чтобы снять эпизод. Вот, пожалуйста, скорая запарковалась. Поначалу тоже показалось, блин, не пролезем. По факту, поспокойно проехали, никаких проблем нет. Здесь, в первую очередь, вопрос к вам и к вашему мастерству. Вы умеете ездить, никаких проблем не будет. Машина технологичная. В этом плане там куча вспомогательных систем. Проехать вы везде сможете. И не забывайте о том, что, в частности, в мегаполисе Москва, подобного размера автомобилей куча, куча, ребята. Если какой-то Вася, извиняюсь за выражение, не поставит кривую машину, ты проедешь где угодно. При этом ты на BMW или на любом другом седане, как кто-то умышленно перегородил дорогу, ты не проедешь. Факт в чем? Спереди, сзади парктроники, само собой разумеется. Круговой обзор, само собой разумеется. При этом у него здесь есть система экстренного торможения на большой скорости и есть экстренное торможение, когда вы паркуетесь. То есть, если ты едешь, тебе все пищит сигнализирует то, что стена, а ты все равно едешь, машина сама должна остановиться. Но то, что для американца в радость, для нас, русских, на вторичке, это будет страх самый настоящий. Потому что под капотом вот этого монстра скрывается мотор атмосферный объемом 6,2 литра. Это вот эта мощь, которая требует бензинчика, 95-го как минимум. Фишка этого мотора, да, это V-образная восьмерка, на скорости определенную он может на трассе отключать 4 цилиндра для экономии топлива, это все ясно. Важно, расход. Какой у него реальный расход? Потому что люди спорят. Так, например, некоторые, я читал, за предыдущий кузов говорят, там расход 30 литров. То же самое здесь, говорят, до 30-ку по городу он будет жрать. А реальный расход за месяц эксплуатации у меня получился следующий. В городе при спокойной езде, при условии того, что иногда все равно притапливаешь, разгоняешься, в среднем это было 20 литров. Минимально, что я видел, это 18,8, максимально 21,2. Такого, чтобы у меня компьютер показывал 25-30, такого не было, ну и я, как у горелой, не гонял. На трассе, когда я выезжал за город, минимально, что я увидел, 17,2 литра, при том, что я проехал около 100 километров. Бак у этого автомобиля объемом 120 литров, соответственно, заправиться до полного, это порядка 6 тысяч рублей. И на эти 6 тысяч рублей вы примерно проедете 600 километров. Простейшая математика, и мы приходим к цифрам, что за пробег в 100 километров по городу нужно заплатить 1 тысячу рублей за бензин. Соответственно, вопрос, кому нахрен нужна эта машина с таким расходом, да еще и транспортным налогом тысяч в 60 рублей. А я отвечу, друзья, самое главное, покупая ее на вторичке, это найти, понятное дело, в живом, хорошем состоянии, чтобы избежать каких-то вложений, тутошных, прям сразу. И самое главное, сторговаться изначально с человеком. Люди знают, что эти машины тяжело продаются. Их некоторые продают там месяцами, а то, может быть, и годами. Соответственно, если сразу при покупке сбить вот этот налог, ты покупаешь машину, если ты не так много ездишь, некоторые передвигаются там полторы тысячи км в месяц, но это уже не так страшно будет. Ты ее покупаешь, у тебя большая машина, вместительная для всей семьи. Вот мы пока снимали, подъезжает Infiniti, вот QX80, из него выходит полноценная семья, пошли в парк погуляли. И я понимаю, я вижу по ним, что они приехали с комфортом, много места в машине, ты сидишь, получаешь удовольствие, ты живешь. Соответственно, все вот эти вопросы организационные, с расходом топлива, с транспортным налогом, на вторичке решить тоже можно путем прямого торга. Но, конечно, вторичка есть вторичка, и люди иногда встречаются очень неадекватные. На эту машину можно поставить газ. Можно поставить газ, но здесь очень важный момент, что, соответственно, если вам его хреново настроят, можно мотор нагнуть легко. Соответственно, за ремонт вы дадите гораздо больше, чем на газу, вы вообще в перспективе бы сэкономили. Поэтому здесь тоже нужно подходить с умом и через проверенных мастеров. Работает этот мотор в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач, которая рассчитана на тяжелый условие эксплуатации. С точки зрения прицепить сюда прицеп, что-то тащить, куда-то выехать на бездорожье. Хотя на этом автомобиле, я думаю, мало кто-то будет выезжать на какие-то говно бездорожье, потому что машина действительно статусная, премиальная. Больше ее некоторые покупают чисто подчеркнуть статус. Опять же, некоторые говорят, покупая такую машину, это делают, как правило, люди с маленькой пипиркой. Вот это меня больше всего всегда удивляло, что, допустим, если человек небольшого роста, какой-то хрупкий, купил себе большую тачку, то это, знаешь, какие-то у него комплексы есть, и он их пытается за счет крутого автомобиля, здорового, как-то там возместить. На самом деле, ну это вообще какой-то бред, согласитесь. Если тебе нравится большая машина, ты ее просто покупаешь, потому что она тебе нравится. Если тебе нравится маленькая машина, купешка, двухдверка, это не означает то, что у тебя что-то там наоборот, да, с точки зрения каких-то органов. Мы идем с вами потихонечку дальше. У любого автомобиля есть свои плюсы, свои минусы с точки зрения надежности. Мы на этом сегодня не останавливаемся. Колеса здесь стоят 22-е. Ребята, это, конечно, сразу по деньгам, потому что какие-нибудь 18-е себя поставить на зиму, это не вариант, но 22-е здесь смотрится, как говорится, в тему. Резина, естественно, будет стоить тысяч, я думаю, рублей так, сто на зиму купить. Какой минус у этого автомобиля, о котором все, наверное, сказали, то, что здесь слабая тормозная система. Она действительно очень слабая, но при этом, если передвигаться по городу, ей, в принципе, будет хватать. Но вот если вы выехали на трассу, там, разогнались, два-три раза тормозились, естественно, тормозов вам не хватит. У автомобиля есть подножка, то есть у них есть три комплектации, чтобы вы просто в целом понимали. Простая, средняя и максимальная. У нас предмаксимальная комплектация. Когда мы открываем дверь, у нас должна выезжать подножка. Поначалу она выезжала, сейчас она больше не выезжает, я ее не ломал, вот просто в один прекрасный день она перестала выезжать. И вот в этом минус этих автомобилей, потому что они нафаршированы электроникой. Вот здесь, допустим, была легкая притертость по заднему бамперу, на основании которого, теперь, когда ты включаешь заднюю передачу, допустим, включается круговой обзор, у тебя камера может немножко подергиваться. И то, что владелец даже сервиса точно так же отмечает то, что с электроникой здесь нужно смотреть. Самое главное, машину нигде не бить. Если вы нашли, не дай бог, битый автомобиль, ну, как правило, некоторые говорят, что вот такие тачки, это будет потом просто геморрой. Несмотря на то, что тачка большая, но местами она просто неудобная. Вот смотрите, у нас, допустим, багажник может открываться в двух положениях. Вот это там, допустим, неполная часть, можно сделать так, что он открываться будет еще выше. Багажник большой, у нас автомобиль идет с третьим рядом сидений. Вот, да, здесь у меня кроватка детская, я подвожу, то есть разложил, все удобно. Но когда машина будет грязной, вот эта часть, вот так вот подойти, что-то забрать, оттуда достать, да, но это, блин, целый геморрой. То есть, соответственно, нужно уже продумывать какие-то там тряпочки, клай, чтобы можно было что-то достать. При этом все на кнопочках, я не знаю, удивишь этим кого-то или не удивишь. То есть, такие фишки, которые, возможно, там в 2013 году были актуальны на сегодняшний день, но это, понимаете, уже для такого уровня автомобилей равносильно, что не сказать ничего. В целом, дизайн автомобиля, конечно, на любителя он такой противоречивый, потому что по передней части, например, когда смотришь, вроде бы эффектно выглядит, когда смотришь сзади, ну реально, катафалк, просто гробы возить, вот, кадиллак. Мы когда снимали Geely Coolray, я обратил внимание на то, что очень сильно логотипы похожи. Мы передвигались с моей женой, еще с одним товарищем у меня передвигался, и мы видели Geely, я говорю, смотри, такая же тачка, только другая модель. И люди не понимают, то есть, они смотрят на руль, смотрят туда, им кажется, что это что, правда, что ли, тоже кадиллак. По остальному, сзади у нас здесь спрятано запасное колесо, здесь даже говорить больше нечего, потому что тут выводы дело только вам, внешний вид всегда и был, и есть на любителя. Садишься здесь, понятно, что комфорт есть, места много, развалился. У нас в нашей версии здесь идет телевизор, в более богатых комплектациях там еще подголовниках будут телевизоры. Нафиг они не нужны, потому что, ну, для ребенка, возможно. Третий ряд здесь посредственный, именно в силу нашей версии, потому что туда садиться уже будет не так комфортно. Дети, конечно, сядут, но, как вы знаете, у них есть лонг-версия, которая на примерно 40 сантиметров будет длиннее, там прям отдельно такая жопа, жопа осцы такая получается, потому что там места больше. Вот эти машины люди, у кого есть бабки, покупают, отдают их, как правило, в тюнинг-ателье, где им делают огромные диваны, залазишь в машину, у тебя получается такой мини-офис на колесах, и столики ставят, вы все это прекрасно знаете, это отдельная история. Соответственно, на такой тачке, с точки зрения того, что ты передвигаешься сзади, вот это, конечно, круто. Ты пришел, сел в машину, просторно, большая, мощная машина, надежная машина, безопасная машина. Какие-то поломки, ну, для первого владельца, я думаю, это вообще ерунда, хотя, хотя, любой отзыв, вот 90% отзывов всегда большой расход топлива, большой расход топлива, большой расход топлива. Когда ты покупаешь, ты уже знаешь, что, ну, 20 литров будет, что-то жаловаться, если ты знал, на что ты идешь. Музыка стоит хорошая, босс. В общем, с точки зрения комфорта, когда вы садитесь, выстраиваете все под себя, здесь вопросов нет вообще. Конечно, на этой тачке кайф отправиться куда-то в дальнее путешествие. На этой тачке кайф, когда у вас, вот как вот, прям как в кино, да, и загородный большой дом, ты выехал, доехал до работы, там, жену довез, детей довез, либо же ты один катаешь, если тебе нравятся большие машины. Ну, действительно, интересная статусная машина. Минусы свои есть. Вот, допустим, та же самая мультимедиа. Вот подойди, пожалуйста, поближе, если сможешь, покажи. Она вроде бы работает, да, ну, например, нажимаем на навигацию, это просто нам сразу понятно, что это вообще, бля, вчерашнее десятилетие. Во-первых, по России, не знаю, там, работа там не работает, но это все очень долго грузится. Сам дисплейчик небольшой. Как мне отметил один друг, говорит, ну, наверняка китайцы уже давным-давно что-то придумали, соответственно, наверняка уже вот эту всю часть можно вытащить, поставить что-то другое, более современное, технологичное. Придраться можно к чему угодно, но вот так, чтобы, знаешь, каких-то скрипов там прям, чего-то такого было, нету. Но в силу того, что машина здоровая, допустим, у нас там сиденья разложены, мы, когда передвигались по брусчатке, она прям жевает. Что-то где-то, видимо, не закреплено, то есть нужно этим заниматься. Ну, вот когда ты едешь по проселочке такой, да, разбитой местами дороги, чувствуется, конечно, что тачка оживает. Где-то там что-то трет. В багажнике какие-то периодически доносятся посторонние шумы. А так, высокий автомобиль, вот как раз для наших русских земель, когда нету дороги, когда дорога разбитая. Но опять же скажу то, что машина валкая, и важно понимать то, что здесь, друзья, ну 22 колеса, это тоже не хихоньки-хахоньки. Когда вы разгоняетесь и чуть отпускаете руль, машина, ну, начинает маленько гулять. Ну, сами понимаете, 22 колеса, это совсем другой разговор. С точки зрения понтовости и актуальности машины, однозначно она остается еще на прежнем уровне. Потому что когда я передвигался на ней и по Москве, заезжал во дворы, выезжал в область, люди все равно внимания обращают. И девчонки внимания обращают. Машина такая эффектная, она здоровая, ты прям подъезжаешь, морда в глаза действительно бросается. Предыдущие скалы, да, там уже смотришь и по внешнему виду, и по интерьеру уж тем более машина староватая. Обслуживание вы будете проходить, ну, это примерно 15-20 тысяч рублей, я называю запасом 2. Расход топлива в среднем берем 20 литров на 100 километров, то бишь 1000 рублей, чтобы проехать 100 километров 3. Резина. Если у вас кончилась резина, соответственно, нужно покупать 22 колеса, это примерно плюс 100-120 тысяч рублей, опять же, смотря какую резину вы выберете. Тормозные диски, если вы покупаете автомобиль, на нем стоит родная тормозная система, а вы хотите дать ей просраться, придется менять. Соответственно, это тоже деньги, тоже нужно считать, какую вы выберете, это уже вопрос. С точки зрения надежности здесь вопрос спорный, ну, как вот Дмитрий сказал, до 170 тысяч, а там уже нужно будет в машиночку вложиться. Друзья, по внешнему виду, подчеркиваю, на сегодняшний день, ну, шайба, мы передвигаясь по городу, я постоянно ловил взгляды, и мужики смотрят, и девчонки смотрят, то есть машина такая, она действительно солидная. Несмотря на то, что внутри, там, да, вообще по технической части машина уже откровенно старовата, ну, десятилетние какие-то разработки, то есть чего-то прям вау нового здесь абсолютно нету. Делайте выводы, покупать подобные автомобили, не покупать, опять же, на мой взгляд, это хорошо тем, кто мало ездит, кто готов сторговаться, купить машину, большая, комфортная, для всей семьи. Транспортный налог и расход топлива, это вот единственные такие важные моменты, на которые стоит обратить внимание, да и, собственно, все всегда обращают. Ваше мнение высказывайте в комментариях, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм-канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки, до новых встреч, всем пока-пока.